Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши видеослушатели. На ваших экранах сейчас небольшой коллаж мой созданный. Этих личностей вы уже видели в моем предыдущем видео. Надо сказать, что я снял целый цикл, там 4 или 3 или 4 видео по этому поводу посвящено. Воровству прежде всего. И это наверное 5 будет видео, заключительное видео. В нем я расскажу о самом главном. О том, что является причинами воровства. Так этот файл и заглавлен. Воровство, причины, психология, в общем очень точная наука. Не психология, а психология, очень точная наука. Она целиком, нормальная наука психология, она целиком состоит из математики. Кто этого не знает, не понимает, наверное психологом себя считать в полной мере не может. Сплошная математика, психология, если быть точным. Делать какие-то пассы, разводить руками, там общаться на уровне какой-то метафизики, трансцендентности поведения человека, это неправомочно психологии. Настоящая психология это сплошная математика. Я не устану об этом говорить. Но давайте вернемся к теме этого сегодняшнего видео. Оно очень длительное, наверное большое получится. Но тем не менее, на мой взгляд, очень важно. Значит, причины воровства. Вообще психологии выделяют, вы не поверите, ровно 10 причин воровства. Первая причина это социопатия. То есть любой человек склонный к воровству, совершающий воровство, вот так это выглядит, это социопатия. Это первая и основная причина. Это верхушка айсберга, можно сказать. Любой вор, в той или иной мере, совершивший кражу, отъем денег, обман, какой-то ложь, он социопат. По той простой причине, что это его природа. У него не сформированы, вернее, те самые нравственные нормы представления, которые предписывают человеку, хомо сапиенсу, культура. Любая культура, независимо от культуральных особенностей, каких-то там русская, французская, английская, американская, какая угодно. Общество формирует человека не социопатом. Сам человек под влиянием общества становится социопатом. Одним словом, самая основная и главная причина это патология личности, несформированность нравственных норм и представлений, социопатия или по-старинному называют все это психопатия. Следующая, вторая причина это патологическая жадность, меркантильность. Вообще, надо сказать, что очень многие люди, многие ученые с мировым именем занимались изучением вот именно вот этой асоциальности воровства, то есть, что оно содержит в себе. Очень много-много, поверьте мне, очень много авторов этим занимались и в области патологии, в области нормы пытались разобраться, с чем же это все связано, почему человек вдруг может позволить себе что-то украсть, грубо говоря. Очень много авторов, очень много точек зрения. Ну вот, в принципе, устоявшиеся 10 вы на своих экранах сейчас видите. Далее, опять же повторюсь, что некоторые ученые, для меня это странным является, честно говоря, третий пункт, обратите внимание, отсутствие своей собственности. Возможно, это появилось в исследованиях по родству из западной психологии. Возможно, я допущу. Я попытался проранжировать вот эти причины по уровню значимости, но, наверное, плохо это у меня получилось. Может быть, там первая, вторая, третья причины можно менять местами, там и другие причины можно менять местами, что лежит в основе воровства. Но, тем не менее, вот часто в западной, повторюсь, психологии, посвященной проблеме воровства, вот этой патологической склонности к жадности, меркантильности, способности человека взять чужое, это, наверное, пришло из западной психологии. И вот это отсутствие своей собственности в детстве у людей, то есть неспособность чем-то обладать, необладание чем-либо значимыми и важными какими-то вещами, верно, да, и в русской популяции, наверное, присутствует. Но пришло это, я повторюсь, еще раз из западной психологии. Значит, далее. Близкое нам понятие, это асоциальность родителей для русской популяции. Часто встречается в русской литературе, в русской психологии, у различных ученых повторяется неоднократно. Это асоциальность родителей. Это, как правило, их пьянство. Опять же, какое-то воровство, которое может наблюдать ребенок в своем детстве, юношестве, отрочестве, во взрослом возрасте наблюдает асоциальность своих родителей. Асоциальность родителей – это очень широкое понятие. Но я вот здесь выделил несколько. Это прежде всего пьянство, воровство, насилие в семье. Насилие в семье по отношению вот к этим самым людям, склонным к воровству. Следующая причина – это страсть к накопительству. В том числе, тут в скобочках это указано, гомосексуальные тенденции у этих людей. Это все пришло из динамического направления психологии, понятно, да? То есть накапливание окаловых масс. В детстве гомосексуализм – все это очень хорошо описано в работах Зигмунта Фройда. И вот одной из причин склонности к воровству Фройд как раз описывает вот эти гомосексуальные тенденции у этих самых людей. Скрытый и глатентный гомосексуализм. Далее, шестая причина – это отсутствие или страх, я бы так сказал, точнее, страх отсутствия безопасности. Так называемый испуганный человек. Да, действительно присутствует такой синдром испуганного человека, когда человек всего боится, тревожится по этому поводу, и это может у него в какой-то момент перерасти или вырасти. Вот такая тенденция к воровству у этого человека есть такой синдром испуганного человека. Много таких синдромов патологических, они описаны в специализированной литературе. Допустим, человек стекло или человек вид дерева часто встречается в отечественной психологии, патопсихологии, психопатологии. И существует такой синдром испуганного человека, который боится за что-либо, за кого-либо. В какой-то момент это может происходить одноразово, может быть, это некое... Скорее всего, это происходит, когда постоянно повторяются какие-то ситуации испуга, и человек пытается себя как-то защитить. Очень интересный синдром. Ну, он в большей степени описан в отечественной литературе в области психопатологии. Не патопсихологии, а психопатологии. У психиатров. Почитайте, кому будет интересно. Следующая причина воровства, это нарушение эмоционально-волевых каких-то сфер деятельности человека. Эмоции и воля тесно связаны друг с другом, переплетаются, это одно без другого невозможные эмоции. Эмоциональная сфера это понятные эмоции, а воля это состояние характера человека. нарушение эмоционально-волевых усилий. Далее. Восьмой пункт, выделяемый в отечественной, опять же, в большей степени в отечественной психиатрии, это так называемая, в кавычках говоря, слабость характера. Я вот здесь не написал, кавычки, но тоже такой синдром существует. Патология характера, его слабость. То есть, это люди слабые, плохо адаптированные. Ну, одним словом, все это входит в понятие социопатии, слабость характера. То есть, имеется в виду, что неадаптированный человек, он обладает слабым характером. Не сильным, а слабым характером. Он ущемлен в каких-то своих основных, основополагающих потребностях, которые ведут к нарушению его характерологических особенностей. Об этом можно много говорить, я даже говорил, упоминал об этом в своих предыдущих видео. Следующий, следующая причина воровства, это патологический синдром, встречающийся и описанный в психиатрии, прежде всего, это клептомания, склонность человека к завладеванию чужими вещами, чужими деньгами, вещами, ну и так далее. И, соответственно, десятая причина, это так называемый синдром неудачника. Эти люди не чувствуют себя удачливыми в этой жизни, они испытывают неуверенность в совершении каких-то, постоянно неуверенных в совершении каких-то действий, очень сомневаются в чем-либо, в ком-либо. Ну и, соответственно, очень редко достигают каких-то положительных результатов. Они понимают, они не слабоумные эти люди, то есть с интеллектом у них все в порядке. А вот эмоционально-волевая сфера воспитания в конечном итоге приводит к тому, что у них не формируется нравственность и какие-то нравственные нормы, этические, моральные нормы у них не сформированы. Собственно, вот здесь вот вкратце я перечислил те причины и 10 у них реально выделяют. Вот это не просто моя придумка, это я, в общем-то, подчеркнул специализированной литературы, литературы, посвященной вот этой самой проблеме, причиной воровства. В чем же причина? Ну, вот здесь вот кратко описаны эти самые 10 причин. Можете запаузить это видео, почитать, подумать над всем этим, написать мне под этим видео какой-то свой комментарий или на почту мне написать, задать какие-то свои вопросы, если бы у вас таковые возникнут. Ну, вот, собственно, на этом все. Здоровья вам и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok